В России уже более полутора тысяч отрядов юных инспекторов дорожного движения. Каждый год Министерство образования вместе с управлением ГИБДД организовывают слёт юидовцев. В Ленинском районе площадкой этого значимого мероприятия является школа номер 7. Ежегодно она гостеприимно встречает всех участников. Каждый год на базе нашей школы проходят вот такие районные соревнования, акции, слёты, конкурсы, где собираются отряды юидов со всех школ города. Они соревнуются в лучшем знании ответов на билеты по правилам дорожного движения, в оказании первой доврачебной помощи, если не дай бог что. Ну и побеждают всегда лучшие. Это, наверное, здорово и хорошо, потому что правила дорожного движения должны знать все. Акцию «Безопасное колесо» весело открыли актёры студии «Импульс», которые подготовили мини-спектакль о дорожных знаках. Я не дикое животное, а дорожка пешеходная. Знает каждый пешеход полосатый переход. А после провели командную игру, в которой ребята должны были ответить на непростые вопросы ведущего. Значит, правильный ответ. Дорожные знаки, разметка, сигнал светофора и регулировки. Все участники подготовились к слёту заблаговременно. Вначале сформировали команды и изучили правила дорожного движения. По словам ученицы 10-й школы Арины Брезгиной, команда у них получилась очень сплочённая и дружная. Во всём дополняющая друг друга. И поэтому проведённое время вместе им доставляет только радость. Когда ты играешь в команде, всё-таки больше мнений. И тебе может кто-то натолкнуть на мысль, что ты думал одно, а кто-то напомнил тебе о другом. А ученик 2-й школы Олег Тульников всегда интересовался правилами дорожного движения. Но в таком слёте участие принял впервые. Пока он пешеход, но повздравслев, обязательно станет водителем. Сегодняшнее мероприятие очень интересное. Я здесь первый раз и мне хочется в следующем году побывать здесь ещё. То, что правила дорожного движения надо знать всем. Это пригодится. С помощью такой игры ребята проверили свои знания и получили новые. Развивать чувство ответственности на дорогах у детей нужно с раннего возраста, считают организаторы мероприятия. Практически сейчас уже каждый имеет своё транспортное средство. Мы будем считать тоже, что велосипед ребёнка – это тоже транспортное средство. И когда он садится на маленький велосипед, даже в 3 года, в 4, в 5, он уже становится участником движения. И знать, чем мы раньше подадим ему в рожёванном виде всю эту информацию, тем это будет лучше. Юидовское движение принимает всех желающих ребят в свои ряды. Вести правильную пропаганду может каждый, знающий правила дорожного движения. И если таких людей будет много, то наша жизнь будет в безопасности. Анастасия Воронина, Владимир Бижёнов, Ольга Садовская, Видное ТВ.